В сегодняшней серии мы поднимем машину, посмотрим, что там под днищу. Я чувствую, там полное днище будет нас встречать. Потекло у нас масло. В прошлой серии я вам показал это вот на сходке. В начале то, что мы не смогли поехать на машине на сходку. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, пацаны, я всех приветствую на своем канале. С вами, как всегда, Сергей Резниченко. У нас сильный ветер сейчас, но я надеюсь, что будет хорошо слышно. В сегодняшней серии мы поднимем машину, посмотрим, что там под днищу. Я чувствую, там полное днище будет нас встречать. Потекло у нас масло. В прошлой серии я вам показал это вот на сходке. В начале то, что мы не смогли поехать на машине на сходку. Вот, появился, короче, какой-то там датчик начал гореть, но сейчас я вам покажу. Вот, вроде уровень коробки, уровень в моторе, все посмотрели, все нормально, в принципе. Что он горит? Ну, мне кажется, там может все гореть, поэтому это даже без причины горит. Вот, еще хотелось бы сказать огромнейшее спасибо единственному человеку, единственному, который отправил мне 100 рублей. Это ЗАЗ Golden Sparks, родной, ну ты порадовал, ну на соточку, как ты и сказал, Серега, не отказывайся, я ни в чем. Ну, тоже очень сильно приятно. На него, сделаю исключение, оставлю ссылку в описании. Он собирает запорожец, вот, на гидравлике, вот, зацените. Вот, а так, если кто хочет, ну, блин, 14-я бомба, честно говоря, так на него смотрю, приятно, приятно. Еще нас очень много ждет изменений. Если кто-то хочет поддержать, то ссылка будет в описании, передать привет или же реклама в описании. 100 рублей стоит, зачитаю в начале видео. Вот, в скором времени нас ожидают диски. Сейчас заказал очень много автозапчастей на Lada AutoZap. Напоминаю, что запчасти заказываю там. Вот, очень много заказал. Посылка уже пришла, обвесы пришли, расширения пришли. Не пишите пока колхоз, пока не увидел, не пиши колхоз, пока не увидел. Я думаю, получится неплохо. Так что сейчас поедем, поднимем машину, посмотрим, что там да как и помоем мотор. Надо бы помыть мотор, потому что, ну, честно, там, ну, это невозможно. Потому что открываешь капот, честно сказать, раздражает эта вся грязь. Поэтому, поехали. В общем, да. Сейчас чуть выше поднимем, посмотрим, что-то как Так, это надо открутить А он говорил привод помятый Да, его как можно сделать? Нормально? Ну, может он не разбирается А ну подожди Не, не, подождите Парни, смотри Порога Нет, второго порога Нет Короче, там стойка менять надо потекла Здесь понятно, что здесь сами Ну, ты зацени не еще, смотри, вот здесь нет Ну, помню Коробов нету, короче А губ слышал? Нет, а то, то понятно Нет, ну, там силовой здесь вот это Главное, короткое масло Короче, короткое масло Короче, там уровень нормально Короче, ну, потому что Дурка с перегонами масла Может быть, что Здесь, например, жутки там сальник А выхлоп типа прямая, это трасса, да? Нет, не прямая Это родной он такой? Нет Он говорил, что вот это середина спортивная, а это завод он поставил Просто понимать масштабы какие-то Здесь Варить все будете? Да, да, варить все Варить счастье в бонусе будете делать Ну, это течет все из-за сальников, да? Да, сальников Это вот отсюда Вот задний набор, видишь? Это нормально Здесь уже По-моему, поменяли Там, наверное, прохладка, да? Там уже все есть Да, нет Просто маска выливается Из крышки переливается? Ну, здесь, наверное, надо менять Силикон ставить Кого? Прохладочку? Да, силикон Ну, не, макрит Не, выливает Не, выливает Ну, бывает, что под крышкой она выкидывается Крышка, да, болезнь Да, почему-то заметил, что у нас тут макрит Спасибо Спасибо Стиги, как вы считаете? Нормально 14? Стиг одобряет 14 Стигги Его зовут Стиг Инстаграм есть в описании Как вы считаете? Честно сказать Я и не удивился Потому что, во-первых, 2006 год Во-вторых, 65 косарей Что я хотел за 65 косарей? Чтобы дно целое было Короче, порогов нет Задняя Вот это, я не знаю, как он Лонжерон называется Задний лонжерон бывает Напишите в комментариях, кстати Вот Его тоже надо менять По всей видимости Еще и крылья надо Ну, я надеюсь, что я их спасу все-таки Но это мы уже потом Когда я буду зачищать Посмотрим, сквозные там дырки или нет Вот Но так в целом В принципе, неплохо Передний амортизатор потек Задний ступичный подшипник Вроде как На одной только На одном колесе Не очень, короче Сальники Все надо попоменять На коробке Короче, это с коробки текло Ну, мне прошлый хозяин говорил То, что там Предстоит тебе, говорит, Серега Попоменять там разные Мелочевочки Ну, в принципе, в целом я доволен По мотору надо прокладку поменять Вот Ну, в принципе Еще поездить можно В ходовую вкладывать я не буду Так, ну, пока что Сначала надо заняться кузовом Перекрасить ее И уже дальше думать Что да как с ней делать Поэтому В этом весь интерес Что вы со мной полностью От и до От сарая Ну, и честно сказать За 65 тысяч Она не сарай, я так думаю Получилась за эти бабки Вот Ну, грубо говоря От сарая До идеала Ну, я надеюсь Что я до идеала Дай бога доведу Вот И вы вместе со мной Весь этот путь пройдете Поэтому все полностью Я вам буду рассказывать По моим предположениям В ходовую Где-то, наверное Ну, вот Все вот эти мелочи Сейчас что сказали Устранить Где-то около 10 тысяч Наверное Чтобы нормальные стойки поставить Там что-то подделать Ну, это как всегда Если полезешь Все будет Ну, все потянет Вот На переварку Я так думаю Предполагаю 15 тысяч Это вместе с работой Вот Итого 15-10 Ну, около 20-25 тысяч Грубо говоря Это просто Сейчас ее Переварить И ходовую сделать Вот 15, да Все И еще покрасить Наверное 1030 Итого Ну, около 60 Получается В теории Ну, это пока что в теории За 115 тысяч Шестой год Если она будет в идеале Но зато я буду знать Что я в ней все сделал Попоменял Ну, и конечно же Вам рассказал тоже Надеюсь, что будет интересно Вам это все узнать Вот, поэтому Весели-весели Но мы будем фигачить Вот Поэтому Как с крылом Некоторые пишут На семерке не будет Полностью ее перекрасим И скорее всего Оставлю этот цвет Цвет Сочи называется И уже очень много Автозапчастей я заказал Благодаря Ладе Автозап Еще раз напомню Потому что Ну, реально Все интересуются Там доставка Недоставка Все хорошо доходит На мне все проверено По-моему Мотор По всей видимости Года два Его точно не мыли Вот Поэтому Давайте перейдем сюда Так, покажем Короче, у меня здесь есть Очиститель двигателя Это вот в прошлых видео Я вам показывал Не знаю, как будет Надо его попшикать Разбавить В водичку В сфере Короче Проникающая смазка Смазка глубокого проникновения Устраняет скрип Из заедания Короче, мы это Смажем полностью Чтобы стеклоподъемники Нормально были И не открывался Чтобы никак сарай Все двери Вот на машине Ну и все И Так Скотч Пригодится Это чтобы закрыть Все элементы То есть Есть типы Короче, есть типы Есть типы, да Которые Заезжают на мойку Вообще Ничего не переживают Даже с аккумулятора Ну Клемы не снимают И заливают Пацаны Честно говоря Ну Если у вас все нормально Заводится Делайте Я сейчас так не буду делать Сейчас мы полностью Все закроем Ну что я вижу Там всякие эти датчики Не датчики Понятное дело Что оно, наверное, рассчитано Там на влагу Чтобы, ну, попадало Вот Но я лучше Перестрахуюсь Закрою Это вот как на жиге И, короче, вымоем Так что Сейчас мы переключимся На другую камеру Сейчас посмотрим Что у нас дома Имеем Эй, блин Головой придержу Блин, долг Вот эту штуку Я уже заказал Это как Шумка, походу Шумка двигателя, наверное Я не знаю Два года Как минимум Два года Мне кажется Уже года три Четыре, наверное Здесь ничего не делали Блин, ну это жестко даже для меня Смотри, офигничка Это жестко даже для меня Ой-ой-ой Фу, блин Как так можно не следить за машиной Ну я фиг знает Хоть я и может быть В каких-то моментах И даже не в моментах Рукожопы Но чтобы до такого состояния Чтобы не помыть Ну я не знаю Защ Watчас вот Прак当ёта Меч Nah Не знаю Меч Nah emo Мечал Три так дальше мы делаем пчела пчела на руке где пчела на руке на руке аккуратно покажи пчели как вам там нормально пацаны все ладно не будем и мешать так для начала для начала мы здесь короче дырку сделаем сейчас зальем фэри сначала так попшикаем вместе вместе с очистителем двигателя чуть-чуть и еще и фэри помоем все это сейчас на томится и потом мы все четко где-то у меня была кисточка и кисточкой сейчас мы протираем все так что сейчас мы поехали так дырки готовы и не короче это очень бомжатский метод это я считаю лучше пока не закрываем сейчас когда уже будем поливать слейки тогда уже все закроем а теперь надо закрыть все вообще надо было наверно сразу все закрыть ну ладно но это сейчас же не сильный напор я вообще боюсь потому что от сильного напора надо закрывать сейчас закроем пусть пока подсохнет зацени смотри уже потекло грязь ну да я ближе сниму ты посмотри родная как красиво я сейчас будем щеткой выдирать и так пацаны пойдем сразу говорю может быть это колхозный метод не колхозный короче я так сделал короче катушки вот все позакрывал все вот эти вот все эти вещи напишите в комментариях я забыл как она называется все клеммы короче я не знаю клеммы закрыл датчик холостого хода наверно это вот блин крышки как они заколебали вот и короче так ну давай попробуем не знаю не реклама чистить очиститель интересно просто посмотреть как он проявит себя вот смотри оттирает вот смотри оттирает короче пока нам так пацаны короче не поверите покажи вот здесь отёрли вот здесь не очень отёрли знаете чем отёрли антижир мощная бережная очистка короче честно сказать я не советую потому что здесь подходит так от жира нагара и копоти подходит для осторожно алюминий хром алюминий хром поэтому лучше с этим не борщить пацаны а так вот фэри вот эти квадраты сейчас будем вымывать а то что-то они не вымываются фига грязи здесь конечно нафигище смотри блин вообще ну по сравнению с чем был вот приблизился приблизи здесь офигеть какой нагар и вот вообще все чистенько стало но и потом там покажу кулер ну кулер кое-как потому что надо защиту снимать короче потом уже когда будем красить защиту стилю живет вообще бы по-хорошему надо в бензине все это делать очищать кисточка бензином или соляркой ну у нас пока что так ну чё пацаны вроде сейчас домыли сейчас поеду машину помою поставим сейчас еще заведем как заведется и финальную часть уже покажу сейчас мотор подсохнет и в принципе вроде как отерли напоминаю брали мы фэри очиститель двигателя и самая мощная штука это вот вот это озелит какая-то я не знаю я ничего не рекламирую ну как а и моя вот это и руки и кисточка и в принципе все что вам нужно так что сейчас я аккумулятор домою и заведем поедем от моем ее и финал очко так что сейчас все будет так чё пробный запуск родить она мотор пошел дождь короче сейчас мы ее помоем и финал очку надо и так пацаны зацените итог как получилось под капотка я думаю что очень и очень получилось неплохо посмотрите на аккумулятор какой он был какой стал естественно остались косяки их много но отодрал в таких условиях как смог в принципе еще лучше можно было бы но получилось как то так вот здесь получилось вообще идеально здесь еще остались такие моменты можно было почистить вентилятор вообще весь грязный был его оттер как смог тоже неплохо получилось но и собственно теперь приятно открывать вот здесь все оттер вот эти моменты остались фэри короче фэри решает вот со стороны интересно если передается вот это вот грязь я не оттер а с в остальном в принципе уже намного и намного лучше конечно здесь можно еще было натереть фильтр но пока не будем плюс кстати каждую дверь смазал теперь открывается нормально стеклоподъемник так и не победил что-то он ну видимо может моторчик гудит вот все теперь открывается хоть без посторонних каких-то звуков но с той стороны ручки нет в любом случае будем покупать другую ручку блин столько маленьких мелочевок но потянет хорошо вот так что все теперь как не не сарай хотя бы открывается дальше у нас пацаны планируется по машине короче я хочу по ней выжать максимум то есть следующая серия будет тонировка может что нибудь еще поставим потом диски надо поставить и на этом я думаю мы уже заканчиваем так сказать баловство и начинаем уже машину переваривать подготавливать покраски полностью разбирать ее фсошки тоже пришли очень много запчастей пришло вот и в скором времени мы естественно это все поставим но вы тоже должны понимать я один в гаражных условиях естественно кто-то будет помогать переваривать кто-то будет тоже вот и все не сразу будет поэтому надеюсь на ваше терпение на ваш лайк и сегодня серия была очень и очень продуктивной мы хотя бы узнали с чем нам предстоит работать по машине узнали какой у нее нища там но я так и знал что пороги там их и нет вот но посмотрим это все в принципе мелочи я думаю пятнадцать тысяч вместе с работой и это все переварится а там уже видно будет вот дальше салон на салон уже тоже все пришло салон перетянем и будет прикольно музыка у меня лежит музыка семерки кто кто помнит вот глушитель новый но я все равно все равно продам потому что глушитель мы будем варить сами будет выхлоп необычный в моем стиле поэтому думаю очень продуктивный денечек и серия сегодня вышла 200 рублей подъем с осмотром и рублей 30 рублей на мойку все у фэри можете у мамы попросить вот поэтому пацаны обязательно поддержите лайком кто отдирал мотор тот понимает что это честно говоря часа три ушло вот помыл она пока терлась подождал опять ну отошло опять оттираешь кисточкой вот ну желательно запасайтесь еще какой-нибудь кисточкой потоньше потому что здесь чуть-чуть неудобно здесь полегче как-то убирать здесь не очень ну и собственно под капотку вы видите сами то что машина не новая естественная все понимаешь что цена соответствует состояние но состояние нормально вот все пацаны с вами был как всегда сергей резниченко увидимся следующих видео я думаю нас ждет только самое интересное кстати следующих видео вам покажу диски не в следующие а может быть в следующие диски короче хочу обновить зачистить и посмотрим как они будут типа рельсов короче поставим посмотрим как будет выглядеть но это уже в следующей серии всем пока пока все еще сам деда при новейшем Субтитры сделал DimaTorzok